Снова закрытый гард, то сейчас кое-что посложнее. Вы, наверное, знаете о существовании такой удушке, которая называется «Бравочок». Я ее довольно часто применяю в последнее время, и в случае неудачи я выхожу за спину. Давайте я вам покажу скоро, что такое «Бравочок», и потом мы выходим за спину. Когда я борюсь, у нас часто растрепывается кимоно, и мне становится доступна одна из лапел. В реальной жизни не так, потому что просто передать ей за спиной партнера в свою руку по диагонали, а это то, что мне нужно сделать. Так что есть все разные способы. Иногда я, например, борюсь здесь с руками партнера, притягиваю его к себе, и вот здесь вот аккуратненько вытягиваю кимоно, лапелку и передаю себе в руку. Иногда бывает так, что я здесь начинаю брать двумя руками кимоно и прямо откровенно засовываю сюда подмышки, но это борьба, и партнер будет откровенно сопротивляться этому. Такой средний способ между этими двумя – это когда вы вытаскиваете одну лапелку и накладываете ее сверху на руку партнера, показывая, что сейчас будут игры в кино на «Корнелиуса». Но на самом деле не все умеют в них играть, и не всем это нужно. Вы просто показываете эту работу, партнер убирает руку, потому что ему не хочется, чтобы рука была привязана к его телу, и в этот момент вы, пользуясь случаем, быстренько проспихиваете ему свою руку под мышку вместе с кимоно, вместе с лапелкой и передаете за спину. Еще разочек быстренько. Как я забираю? Я сперва ломаю руки, подламываю руки, забираю шею, здесь держу плохо партнера и вытаскиваю лапелку. Это один способ. Второй способ. Двумя руками под мышку и передал, но это тяжело. И третий способ. Это когда я вытаскиваю лапелку или она растрепалась в ходе схватки, я взял ее, начинаю перекладывать ее в руку партнера, партнер поднимает руку и передаю таким образом за спину. Теперь, когда у меня рука оказалась здесь, когда лапелка перекинута в мою левую руку, партнер может вынырнуть вот так. Поэтому мы понимаем, что нам нельзя расслаблять левую руку, теперь я должен прижать свой левый локоть к себе. Ну все, выложимся обратно в гард, и у нас тут начинается борьба. Очень часто с помощью этого контроля я делаю всякие штуки, связанные с атаками омоплаты или треугольниками. Но предположим, что сейчас у меня есть возможность перенести свою правую руку, положить локоть в районе шеи партнера, развернуть ладонь вверх. Я должен взять ладонью вверх захват. И у меня рука почти прямая. Вот здесь она почти прямая, потому что если она будет совсем прямая, то партнер может резко вставать, это может как-то травматично быть. Но она близка к прямой, потому что мне надо взять захват как можно дальше. И вот теперь, когда я взял захват глубоко и далеко, я согнул локоть, и по моему партнеру станет невыносимо больно. Если я буду давить сильно локтем, мой партнер будет страдать. Я давлю ему сейчас локтем в район шеи, будем так говорить. Но это очень неприятное давление. Вот это давление позволяет мне что-то делать. На самом деле иногда в схватке это позволяет мне вообще просто вылезти из гарда и начать управлять партнером, потому что партнер иногда не чувствует ничего, кроме этой боли. Но сейчас мне не надо вылезать из гарда. Сейчас я делаю вот что. Я потолкаю партнера локтем от себя, а потом что я сделаю? Я эту руку на секунду расслаблю и поведу ее налево в этом направлении. А ногой я ударю партнера под мышку так, как будто бы я выхожу на армбат. Помните, да? Иногда бывает такое, что мы бьем партнера, чтобы вывести его из равновесия. И вот я оказываюсь здесь. Еще раз, я взял контроль, надавил локтем внутрь прям глубоко, заставил партнера пострадать чуть-чуть. Теперь я раскрываю гард, рукой делаю движение в том направлении, а правой ногой бью его под мышку. Бам! Оказываюсь здесь. Теперь мне надо поднырнуть под руку партнера и перенести ее, чтобы она оказалась перед лицом. Теперь я буду давить либо в локоть партнера, либо возьму здесь захват, pocket grip на рукаве. Буду толкать руку в сторону лица партнера, а захват, как будто бы сейчас я сделаю послабее, чтобы меньше было не так невыносимо. Но я как будто бы хочу этот материал выдернуть из-под партнера, как будто бы вы заводите моторную лодку. Вот у вас есть эта штука и вы должны дернуть. Да, вот это так работает. Ну, на самом деле вы не дернете, но вы будете тянуть и это душит человека. Обычно, когда душит браба, мы душим вот этой верхней рукой. Классическая браба делается вот так. Ладонью вверх. Сюда перехожу и беру материал и душу. Вот этот локоть, это стопор. Обычно люди сосредотачиваются на работе этой руки и иногда не получается додушить. Я рекомендую вам тянуть нижнюю руку, а эту руку просто держать. Вот сейчас мы делаем ту версию, которая связана с подныриванием под руку партнера. Я просто держу, а вот эту руку я вытягиваю. Посмотрите, какое движение. Кисть вот так делает и вытягивается из-под партнера. Я вытягиваю, вытягиваю. Видите, мой таз выезжает от партнера. Мой таз уже вылез из-под него. Я тяну. Если партнер здесь не стучит, бывают такие суперсильные чуваки, или вы плохо взялись, или вы устали, и у вас руки уже не могут ничего. Но вы просто показываете эту удушку как контроль. Вы выезжаете тазом все больше и больше. В какой-то момент вы поднимаетесь, бросаете удушку и переходите на контроль отсюда. Одна нога у вас уже забрали. И теперь мы точно так же дотягиваемся до отворота и заваливаем на себя партнер. Я очень люблю этот способ, потому что удушки руками, они выматывают. И у вас должна быть опция. Если у вас нет никаких опций, вы подушили-подушили руками, у вас силы кончились, ну и все, вы эту схватку, может быть, даже следующую отдыхаете. В случае с Брабо, во-первых, это супер эффективный челк, а во-вторых, в помощь него классно переходить за спину. Так что давайте еще разок попробуем. Итак, я забрал лапелку. Каким-то образом выберите любой способ, который вам понравился. Я передал его за спиной партнеру в другую руку. Теперь я хочу оказаться с этой же стороны, где моя рука. Моя правая рука идет, локоть я вставляю в шею, ладонь смотрит в потолок. Я передаю себе как можно глубже материал, как можно больше материала. Теперь локоть мой начинает давить моего партнера. Я начинаю раскрывать свой гард, веду свою руку налево, и правой ногой бью подмышку партнеру. Видите, даже партнер может меня по голове даже случайно. Такая мощная эта штука, такое мощное воздействие. Теперь я захватываю руку партнера. Если руку, например, она стоит на земле, то я поддыриваю под нее. Если рука где-то здесь, то я могу ее просто забрать за контроль pocket grip. Беру хороший pocket grip и начинаю тянуть руку партнера в сторону его же головы от себя. У меня два контроля тянут от себя. Ноги тоже от себя. Сейчас я снова чуть-чуть расслаблю контроль, чтобы у Миши было проще терпеть. Выйду полностью из-под него. Мой таз вылез из-под него. Теперь моя нижняя нога переходит ему под ногу. Я начинаю вставать и захватывать дальнюю лопалку. Моя рука все еще держит его руку на всякий случай, чтобы он на меня не развернулся. И теперь я начинаю стягивать его на себя. Отталкиваю руку, тяну на себя от ворот и забираю спину. Попробуем? Если вопросы будут, обращайтесь. Попробуем? Попробуем? Субтитры сделал DimaTorzok Так что, наверное, сегодня без берембола Потому что на берембола нам нужно будет еще часок потратить Не меньше, а может быть два